Приветствую вас на канале Школа Видеоблогера, меня зовут Ольга, и сегодня мы поговорим о перелинковке на канале YouTube. На YouTube перелинковка является любое перенаправление зрителей на другие видео или каналы, сайты или товары. Целью перелинковки на канале является повышение факторов ранжирования и обнаружения ваших видеороликов, или для обмена зрителями с другими каналами. Перелинковка бывает внутренней и внешней. Внутреннее – это в пределах вашего канала, а внешнее – это перенаправление на другие каналы или ресурсы. Теперь давайте подробнее рассмотрим способы перелинковки на YouTube-канале. Первый способ – это конечные заставки. Их можно добавлять в конце видеоролика. Они могут содержать ссылки на другие видео, плейлисты, подписку на свой или чужой канал, а также ссылку на сайт. Второй способ – это подсказки. Подсказки добавляют в видео с целью порекомендовать зрителю определенный контент – видео, плейлисты, каналы, а также добавить опрос. В одно видео можно добавить до пяти подсказок. Следующий, третий способ – ссылки в описании под видео. В описании тоже можно добавлять ссылки на другие видео, плейлисты, а также ссылки на другие каналы и сайты. Четвертый способ – это плейлисты. С помощью плейлистов можно не только упорядочить видео на канале, но и можно создавать плейлисты с рекомендуемым контентом из других каналов, друзей или партнеров. С этим способом тесно связаны следующие пятые – соавторы. Этот способ подразумевает, что вы можете разрешить другим авторам добавлять видео в ваши плейлисты и сами добавлять видеоролики в чужие плейлисты. Шестой способ – добавление каналов, друзей и партнеров в специальный раздел рекомендуемых каналов. Седьмой способ – трейлер канала для подписчиков. Вместо него можно добавить, например, видеоролик или трейлер канала, который вы хотите порекомендовать или продвинуть. Восьмой способ – новостная лента вашего канала, в которой отображаются все ваши действия. Это новые видеоролики, которые вы залили на канал, комментарии, которые вы написали, или лайки, которые вы ставили другим видеороликам. Девятый способ – это перелинковка в самом видеоролике. То есть вы используете скрытую встроенную рекламу в ваших видеороликах или так называемый продактсплейсмент с целью перенаправить зрителя на другой ресурс. В этом видео вы узнали о способах перелинковки на YouTube-канале и для чего они нужны. А какими инструментами пользуетесь вы на своем канале? Делитесь своим мнением в комментариях, задавайте вопросы под этим видео и не забывайте подписываться на наш канал «Школа видеоблогера». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!